На прошлой неделе 23-летний саровчанин поступил в приёмный покой с дома по улице Гоголя с множественными ножевыми ранениями в области живота. Полицейские установили, что увечья пострадавшему нанёс его знакомый во время пьяной посиделки. По данному факту, по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Им оказался ранее несудимый 23-летний местный житель. В настоящее время ему избирается мера пресечения и расследование продолжается. Пока один саровчанин чуть не потерял жизнь, второй потерял около 1 миллиона рублей. Потерпевшему в одном из мессенджеров позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил, что произошла утечка информации. Теперь на имя гражданина пытаются оформить кредит. Для обеспечения безопасности денежных средств злоумышленник убедил мужчину оформить займы в нескольких банках, а после перевести все денежные средства на безопасный счёт. Мужчина последовал советам и остался ни с чем. Полицейские напоминают, что не стоит совершать финансовые операции по инструкциям незнакомых лиц. Сотрудники банка и правоохранители не предоставляют никаких безопасных счетов и не звонят в мессенджерах. Двух пьяных водителей за рулём задержали госавтоинспекторы на прошлой неделе. У дома 62А по улице Садовой произошла авария с участием сразу четырёх авто. Мужчина на ЗАЗ-Сенс при обгоне не справился с управлением и столкнулся с машиной Ниссан Кашкай. Далее после столкновения автомобиль ЗАЗ-Сенс отбросил на припаркованный автомобиль Датсун Мидо, после чего автомобиль Датсун Мидо отбросило на встречную полосу, где он совершил столкновение с автомобилем Опель Корса под управлением водителя женщины 1994 года рождения. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир, которые находились в автомобиле ЗАЗ-Сенс. После осмотра врачом были госпитализированы. С 12 по 14 августа госавтоинспекторы проведут информационно-пропагандистскую акцию «Безопасное лето». Сотрудники будут проверять водителей на соблюдение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Дарья Козина, Руслан Лапшин, Кирилл Новикевич. Служба новостей Саров-24.